Новое время требует применения новых технологий. И сегодня никого не удивляет, что умные машины широко применяются на производстве, отвечают в колл-центрах, выполняют экспресс-фото и принимают выручку. Ходит множество страшилок о том, как роботы вытесняют людей с рынка труда. Ещё один повод – появление в крупных торговых сетях Беларуси автоматов, которые позволяют рассчитаться за покупки самостоятельно. Принцип работы этой умной машины настолько прост, что рассчитаться за покупку сможет даже ребёнок. Ставим товар на первую контрольную платформу, затем сканируем его и кладём товар на платформу 3, а затем рассчитываемся. Продвинутые покупатели быстро разобрались в их использовании и теперь при наличии очереди в кассу спешат к терминалам. Если очередь будет стоять людей, обязательно воспользуемся этой услугой. Не хотелось бы, чтобы люди были за бортом, но всё идёт к этому. Обосновано ли это опасение? Если всё так, как предполагают люди, уже сейчас должен наблюдаться дефицит вакансий. За комментарием мы обратились к руководству торговой сети «Евроторг». Касса самообслуживания уже работает во многих магазинах «Евроок» по всей Беларуси, в том числе и в Брестском регионе. Это прежде всего направлено на создание более удобных условий для покупателей и дополнительных возможностей. И ни в коем случае не говорит о возможном сокращении рабочих мест. Напротив, Европ стремительно развивается, и мы приглашаем на работу новых сотрудников. В частности, в Бресте и в Брестском регионе на работу приглашаются электромонтёр, охрана пожарной сигнализации, контролёр-кассир, повар, продавец, грузчик, кухонный рабочий, уборщик служебных помещений и многие другие. Всю подробную информацию вы можете найти на нашем сайте еврооп.бай в разделе «Вакансии». А вот ещё один крупный брестский работодатель – предприятие «Банше». Вы видите, как автоматизированная система завершает выгрузку компоста, питательной среды для выращивания грибов. От загрузки компоста до момента появления первого урожая проходит в среднем 16 дней. Вот с этого момента как раз и начинается самая важная и ответственная работа грибовода. Этот труд требует специальной квалификации и по-своему уникален. А потому по-прежнему здесь востребовано и высоко ценятся незаменимые человеческие руки. В процессе задействовано более 600 сотрудников, которыми производится порядка 10 тысяч тонн продукции в год, как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Новых работников готовы не только обучить с нуля, но также предложить заработную плату без верхнего потолка. И на то есть веские причины. Для того, чтобы получилась качественная и хорошая продукция, гриб надо, естественно, растить с любовью. Поэтому девочки относятся все творчески к своей работе. У нас есть учитель, который учит девочек неделю-две недели, потому что работа требует определенных навыков. Мы очень рады, конечно, видеть новых сотрудников, приложим все усилия, чтобы научить их хорошо работать. Но, возможно, высокая востребованность рабочей силы наблюдается лишь в частных случаях. А в целом рынок труда в Бресте испытывает недостаток рабочих мест. Об этом знают в Управлении по труду и социальной защите Брестского горисполкома. Ситуация на рынке труда в этом году такова, что очень востребованы специалисты разных отраслей. Мы сталкиваемся с тем, что не хватает рабочей силы. У нас вакансий намного больше, чем безработных, которые желают найти работу. С начала года у нас в службе занятости зарегистрировалось около 3,5 тысяч безработных. Из них признано безработными, получили статус безработного 1,5 тысячи. Эта цифра разная, потому что среди обращающихся к нам граждан могут быть и студенты, и пенсионеры. Те люди, которые, в принципе, по статусу безработными не являются, но желают найти какую-то подработку или временное место работы. При содействии Управления в текущем году трудоустроено 2700 граждан. Поэтому, в принципе, эти цифры говорят о том, что кто хочет работать, обращается к нам, работу находит. Что ж, оказывается, причин для беспокойства нет. Всех желающих трудоустроиться ждут в Управлении по труду занятости и социальной защите. И на многих предприятиях города. А восстание машин пока так и останется на странице фантастики.